Я всегда говорил ранее о том, что у нас он был всегда этот туризм, у нас не было обертки, мы не могли продать, потому что мало работы проводили в этом направлении, мы ее проводили, но все-таки вот эта пандемия, она дала такое, знаете, не было бы счастья до несчастья. К сожалению или к счастью, действительно, вы правильно говорите, поэтому очень хочется, чтобы наши туристические объекты конкурировали сегодня с теми внешними туристическими направлениями. Туризм, вот то, что я сказал, они есть разных направлений, да, у нас туризм распределен, там деловой туризм, гастрономический туризм, туризм как физический лист, агроусадьбы. Промышленные. Промышленные, совершенно верно. Если мы говорим по лесу, вот, то это все-таки агроусадьба, скорее я вот считаю это так. И Петриковский район, Житковичский район, это те районы, где больше всего агроусадьб, и мы два месяца назад организовали встречу с владельцами агроусадьб. Сначала с такой опаской люди это восприняли, именно как бы хозяева, но я вам хочу сказать, встретились на одной из агроусадь, поговорили, нашли очень много, ну, как бы, таких вопросов, которые можно решить на уровне района, можно решить на уровне области. И, конечно же, мы в этом направлении работаем, и я к тому, что там на разный вкус, и самое главное, что на разный ценовой фактор. Петриковский импульс-паре включает в себя ряд маршрутов, которые создаются, которые обустраиваются. Ну, как пример, может быть, прошло это незамеченным, на нашей аллее в городе Гомеле, на Советской аллее героев, на каждом поставлена табличка. С QR-кодом. Это одно из проектов, ну, одно из, ну, как говорится, направлений этого проекта совместно с управлением культуры местного, нашего местного, Гомельского горосполкома, было это разработано. То есть это уже удобно, уже хорошо. У нас, значит, краничка сейчас партизанская, всем известная, все жители знают, где это. Она тоже войдет в этот проект, когда вводит, вот, в эксплуатацию. Мы много искали подобных вещей в нашем регионе и начинаем разговаривать, говорят, а у нас есть это, а у нас есть это, а что, а почему вы об этом не рассказываете? Петриковщина славится своей, ну, я не скажу, что громкая линия Сталина, но доты. Мы когда туда приехали, посмотрели, и самое главное, что там есть люди, которые могут об этом рассказать. Был, значит, мы по вечной памяти живо сняли ролик и отдали его в классы, в школьные, чтобы люди, ну, учреждения образования на классных часах это показывали. По итогам этого всего будет создан, в 22-м году мы его планируем завершить, этот патриотический имплекс, где будет, ну, это, ну, такой целый масштабный проект, который будет включать в себя ряд, ну, таких подпрограмм, подпроектов. Точка отсчета была, это мемориальный комплекс «Ала». Вот, и когда его построили, мы так пришли, что, ага, это определенный продукт, который нужно распиарить, рассказать, продать. На базе этого был создан патриотический маршрут вечной памяти живо, мы о нем очень много говорили. После того, как этот маршрут стал лауреатом маршрутов, в том числе в Республике Беларусь, он занял третье место на российской Диво-Евразии, мы поняли, что, значит, надо нам в этом направлении двигаться дальше. Правительством был определен, ну, такой, знаете, дан посыл, чтобы в каждом регионе были какие-то свои проекты. И мы поняли, что вот отсюда нужно отходить, у нас уже что-то есть, да, и патриотическое воспитание молодежи, как никогда, кстати, на сегодняшний день. Но подавать его надо аккуратно согласиться. Да, 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 подавать нужно аккуратно, и самое главное, правильно об этом рассказывать. О чем сейчас нам говорит новый проект Конституции, в которой там говорится, вот, ну, о патриотическом воспитании в том числе. И мы, значит, нами было принято решение развивать это направление. Если говорить уже вот прям об актуальности, да, ну, то, что нету ни у кого, это все-таки, ну, вроде нашей беда, да, это наш радиационный заповедник. Вот, который тоже продает определенный продукт, они это научились делать. Да, там есть определенный порядок посещения, там только организованные группы. Попасть туда и увидеть вот эти вот деревни, да, вот, и побыть в этом ДК, в котором вот все там так осталось, оно, конечно, ну, ты возвращаешься в те времена, все это вспоминается. Это, ну, это уникально. Вот этого нету нигде. Я приведу инициативу, это вот Калинковича, всем известная гора-усадьба Автюки, да, которая уже, наверное, уже не гора-усадьба, а целый этнографический комплекс, да. И уже в этом году фестиваль юмора будет в том числе и в Автюках проводиться, и сам собственник, ну, ты когда туда... То есть люди этим живут, да. Он, вот, ты приезжаешь, у него просто горят глаза, он готов это все показывать, рассказывать. Ну, может, телезрители многие и не понимают вот этого всего, но когда он с тобой разговаривает на языке, на местном, как они считают, автюковском, да, то там, конечно, ты просто, ну, не можешь без улыбки с ним разговаривать. Своего рода есть инициативы, которые, вот вы, как вы сказали, дома культуры. Это Чечерский район Ботвинова, значит, дом культуры в маленькой деревушечке, но руководитель дома, там музей хлеба. Да, музей хлеба известный. Вот, всем известный, а он создан где? На базе обычного районного, да какой районного, сельского дома культуры. Предприятие готово принять немного, почему? Потому что, ну, мало просто анонсировать, у нас есть промышленный туризм. Для этого должны быть определенные условия. Большие сложности есть сегодня с промышленным туризмом, условно, на, именно, предприятиях пищевой промышленности, да, потому что ковидные условия эти все. Вот, ну, идеальным это Туров, да, молочный комбинат, потому что там, когда строили предприятие, там уже в техническом задании было заложено вот эта галерея, где ты идешь, смотришь, все. Но я могу сказать, что вот у меня одним из, там, ярких событий, там, детства, когда я был совсем маленький, это я с отцом, у меня отец работал на ГУМ-Сельмаше, пришел, меня посадил за руль этого комбайна, вот этот запах. С тех времен я больше никогда не сидел. Поэтому все-таки и промышленный туризм в том числе в основном ориентирован на наших школьников, на нашу молодежь. И, ну, когда ты видишь, как это производят, как это делают, ты, ну, понимаешь, что все-таки это делают. Это не просто конфеты, извините меня, растут на деревьях, да. Хотелось бы большего именно с точки зрения инвесторов, хотелось бы большего с точки зрения непосредственно собственников. И вот наши вот семинары, мы приглашаем людей, и мы говорим, мы, как государство, вам готовы подставить плечо. Подставить плечо, а вас рассказать, вашу продукцию, вашу, как у каждой груз-усадьбы, ну, практически есть какой-то свой продукт, да. Кто-то просто продает, ну, если мы говорим... Вы говорите, про уникальный продукт. Да. Ну, у кого-то есть, это просто приехали, мы, ну, переночевали шашлык, да, а где-то есть продукт.